Рай! Фирм! Я встречу в плаве Российской Федерации! С нами непобедны! Равнение вновь! Всего на конкурсе, который ежегодно проходит в преддверии Великой Победы, в 30-й раз юбилейно участвуют 30 караулов, свыше 900 школьников. Именно эти ребята несут вахту памяти на мемориале боевой и трудовой славы. Глядя, сегодня ваши красивые, молодые, умные лица, вижу, что вы достойны своих героев, тех, кто сделал эту Великую Победу. Почтение памяти предков – это, на мой взгляд, очень важно и почетно для каждого, кто здесь находится. Самое сложное для меня, честно говоря, было держать штандарты ровно. Он у меня постоянно то влево, то вправо откатился. Главное выступление – слаженность строя. Командира не назначают, а выбирают. Взвод сам решает, кто возглавит коробку. Как правило, это молодые люди с лидерскими качествами, с сильным голосом и ростом не меньше 170 сантиметров. В прошлом году пять школьников из разных образовательных учреждений представляли Забайкальский край на всероссийском слете юноармейских отрядов в Москве. В их числе была и Ксения Шемякина. Рассказывают, что заступали на вахту памяти к вечному огню, стреляли, разбирали и собирали автомат Калашникова. По результатам московская жюри юноармейцам из Забайкалья присудила второе место. Кроме этого, они привезли две номинации – лучший разводящий и лучший часовой. Мы представили свою визитную карточку. Это было, наверное, самое фееричное, что ли, потому что все обалдели просто от наших выступлений с оружием.